Ну вот мы приехали к Тоснинскому водопаду. Вот у нас стела, на ней информация соответствующая о том, что здесь находится Тоснинский водопад. И сейчас мы по тропинке пройдем к самому водопаду. Вот мы сейчас идем к Тоснинскому водопаду. Нужно, конечно, предварительно понимать, что наш водопад равнинный. И поэтому мы, конечно, с вами не увидим грандиозного перепада в рельефе. Поскольку мы живем с вами на равнине, где все плоско, откуда здесь могут взяться огромные водопады. Конечно, равнинные водопады, они обычно небольшой высоты. То есть мы живем не в горной стране, поэтому наличие таких водопадов, это уже громадное достижение природы Ленинградской области. И вот сейчас вы увидите, что этот водопад, он относится к Ниагарскому типу. Вот когда говоришь людям, что водопад Тоснинский Ниагарского типа, все сразу представляют какую-то грандиозность в ожидании увиденного. Но на самом деле Ниагарский тип, это тогда, когда ширина значительно превышает высоту. Вот в природе два основных типа водопадов. Это тип Ниагара и тип Анхель. А водопад Анхель находится в Венесуэле. Но это когда, наоборот, высота значительно превышает ширину водопадов. Вот два основных типа водопадов, которые присутствуют на нашей планете. Ну вот, Тоснинский водопад. Значит, что можно сказать о нем? Вот мало того, что он относится к Ниагарскому типу, так он еще и ровесник Ниагарскому водопаду. То есть ему, так же, как и Ниагарскому водопаду, около 11 тысяч лет. Вот почему это известно? Дело в том, что 11 тысяч лет назад растаял последний ледник Валдайский. Ну вот здесь был панцирь ледниковый, мощностью около километра. И вот когда ушел последний ледник, то образовалась река Тосна. Река Тосна – одна из самых древних рек нашей Ленинградской области. Вот сразу нужно сказать, что она почти в два с половиной раза старше реки Невы. Неве всего 4200 лет, а вот Тосне около 11 тысяч лет. Так вот, когда ледник растаял, то вот там, в Приневской низменности, или еще ее можно назвать предглинтовая низменность. Глинт – это термин, который в переводе означает «обрыв уступ». Это берег моря, которое организовалось вот из-за растаявшего Валдайского ледника. То есть вся вода ушла вот туда, в низменность. И Тосна впадала в это Иольдивое море. Но уровень в Мировом океане, он без конца меняется. Он то ниже, то выше. И вот при очередном снижении уровня в Мировом океане, Тосна стала низвергаться в опустевший морской бассейн. Так возник Тосинский водопад. Ну вот этот берег Иольдивого моря, он протягивается от берегов Швеции, от острова Элленд в Балтийском море, до реки Сясь на востоке Ленинградской области. Так вот, все реки, которые впадали с этого крутого берега в Иольдивое море, на них организовались водопады. Если вы поедете в Эстонию, то с этого глинта низвергается больше 30 водопадов в Эстонии. А на той стороне Атлантики Ниагара впадала в Иольдивое море, в окраинное море, такое же, как и Ольдивое. На той стороне Атлантики Тосна впадала в окраинное море, подобное Иольдивому с этой стороны Атлантического океана. И когда произошло вот это общее снижение уровня в Мировом океане, там образовался Ниагарский водопад, а здесь 30 водопадов с лишним в Эстонии и наш Тосинский водопад. Но почему он находится здесь? Вот 7,5 километров он прошел от места своего рождения. Родился он на месте, где сейчас находится город Никольское. И вот 7,5 километров он прошел за счет пятящейся эрозии. Что такое пятящаяся эрозия? Вот вы видите, вода падает с уступа. Конечно, она обламывает этот слой известняка, размывает его, превращает куски известняка в щебень и выносит вниз по течению. То есть когда-то, ну вот, допустим, во время войны уступ водопада был вот здесь. Вот где эти вот сооружения видны. Это остатки моста и плотины, которые здесь существовали в то время. И вот представьте себе, вот с тех пор водопад прополз уже вот такое расстояние. Значит, ну, можно так сказать. Вот при Петре Первом водопад был, ну, примерно там вот, где, вот видите, там вот дома на обрыве. Вот. Ну, при Екатерине Второй где-то вот на середине расстояния. То есть уступ водопада все время движется вверх. А как там? А, то есть он разрушается? Он разрушается, слой известняка разрушается. Тосна получается там, да? Тосна там, да. Вот я посчитал... И он может еще до Тосна дойти? Да, конечно. Я посчитал, что если не будет снижаться уровень в Мировом океане, достаточно 20 тысяч лет всего, чтобы он оказался на месте, где сейчас находится город Тосна. Ну, что такое 20 тысяч лет для геологической истории? Это вообще ничто. Это пустяк. Ну, вот посмотрите на эти известняки, с которых падает вода на Тосинском водопаде. Им 460 миллионов лет. Под ними песчаники кембрийского возраста. Им 530 миллионов лет. 460 миллионов лет известняка? Да. Так что, что такое 20 тысяч лет? Да. Это мгновение. Да. Да. Вот. Значит, вода вот такая темная. Значит, никакого отношения к грязи это не имеет. Это типичная торфяная вода. Тосна берет начало из болот, близ границы с Домгородской областью. Вот. И все притоки тоже питаются болотными водами. Когда на болотах растения превращаются в торф, то из них выносится гумусовое вещество, содержащее оксиды железа. И вот эти оксиды железа и придают вот эту коричневую окраску воде. Расскажите, пожалуйста, сколько, вот в прошлом году, допустим, было экскурсии, сколько людей сюда приехало, откуда, и повышается ли интерес к этой достопримечательности? Нет, ну, конечно, интерес повышается, и едут, значит, отовсюду, не только из Петербурга, Ленинградской области. К нам приезжают из Псковской области, из Новгородской области. Вот. Очень многие турфирмы, значит, заключили с нами договора, привозят туристов. Ну, вот единственное, что хочу сказать, что вот эти последние требования к оформлению детских экскурсий школьных, они снизили поток школьных автобусов из-за громадного количества документов, которые нужно подготовить, чтобы вывезти людей на загородную экскурсию. Но, тем не менее, приезжают индивидуалы на личном транспорте. Вот они доезжают до шлагбаумов, оставляют свои машины, пешком проходят к водопаду, фотографируют, собирают окаменелости. Вот если бы сейчас снега не было, мы с вами бы на берегах реки увидели вот в этих развалах известняков тех древних обитателей, которые здесь обитали, в этом Ордовикском море 460 миллионов лет назад. То есть это наши предки и земляки. То есть первые жители Тосинского района. Это вот те животные, которых бы мы с вами могли увидеть в этих известняках. Но это, конечно же, в первую очередь всем известные трилобиты. Это представители типа членистоногих. Был такой класс трилобитов, которого сейчас на планете не существует. Последний трилобит исчез перед тем, как на нашей планете появились динозавры. То есть последний трилобит вымер перед Мезозойской эрой, в конце Пермского периода. Вот их можно увидеть в этих обломках известняков. Можно найти хищников, головоногих моллюсков, индоцеросов. Это самое крупное животное того времени. Вот их раковины могли достигать 4,5-6 и даже более метров в длину. То есть вот такие бревна, заканчивающиеся к хвосту острием, к мягкому телу в головной камере раковина расширялась. То есть вот такая сахарная трубочка, 8 метров длиной, вот такое грозное животное обитало в этом Ордовикском море. И они, конечно, охотились за всем тем, что было мельче их. И за трилобитами, и за мшанками, и за брахиоподами. То есть все вот этот вот богатый, разнообразный животный мир в окаменевшем виде представлен в этих известняках. Поэтому, конечно, сюда нужно приехать летом с молоточком, поковыряться. Как с молоточком, да. Насколько интересно индивидуалам, которые приезжают, допустим, они просто любуются красотами, но про трилобитов-то они ничего не знают. Ну как это не знают? Потому что они не прочитали. Нет, ну что вы, сейчас настолько продвинутая молодежь, что... Серьезно? Да, конечно, да. Вот эти вот школьники поражают своими знаниями. Ну и даже те, кто не знают, после нашей экскурсии, они, конечно, обо всем об этом узнают. Еще раз хочу сказать, у нас научно-познавательные экскурсии, вот, которые привносят вот этот вот материал геологический широким массам посетителей. Вот вы сейчас сказали очень хорошие слова в адрес школьников. Ну, очень многие сейчас ругают молодежь. У вас какие впечатления? Ну, понимаете... Ну, насколько детям это интересно? Или они просто приезжают, чтобы... Потому что их там привозят там на экскурсию? Или вот, как сейчас сказали, что наоборот подготовленные и знают еще чуть ли там не больше? Ну, вот, может быть, я акцентирую свое внимание на общении с теми школьниками, которые проявляют вот свои знания. Конечно, они разные, да? То есть, вот, но мне все-таки приходится очень часто сталкиваться с ребятами, которые проявляют большой интерес к этому, ко всему. Вот. Так что, как это в общей массе? И, конечно, вопрос дискуссионный. Продолжение следует...